всем привет всем доброе турецкое утро мой второй день в турции я вчера десять вечера вырубилась вообще никаких дискотек и проспала до 7 утра в 7 утра я встала на море я не ходила привела себя в порядок в 7.30 пошла на завтрак завтракала на улице с видом на море хорошо сегодня хорошая погода солнечная небольшая облачка и я с 8 утра была на пляже до 12 я гуляла до горы туда прогулялась ту сторону купалась долго в воде сидела я привыкла уже к воде хотя она не такая теплая как сентябре менее теплая но все равно организм привыкает и вот в 12 я ушла сейчас я буду отдыхать пить кофе и после после двух на пляж снова этом оставила если не зря первый ряд первый ряд очень много свободных лежаков в этом плане большой вот здесь вот находится прачечная здесь можно сдать я вчера увидела шли женщины с германии по-немецки разговаривали и одна женщина зашла получаю белую рубашку я думаю наверное химчистка сегодня я увидела что там полотенцы сушились очень поняла что здесь прачечная так вот они развешивают в основном европейцы пользуются русские стирают номере свое вещество я сегодня на море было ну наверное утром 4 часа до 12 потом отдыхала потом еще с двух до пяти хорошо сегодня хорошее море понравилось мне я пробовала вот эти вот баночки старбаксовские которые продаются у нас тоже они стали поддаваться потом после перерыва снова появились продажи солнце сильно аж парит вы знаете вкусные вкусные эти эти баночки мне понравились ой вот так сделаю я уже к ужину готова намылась книжку нашла там и там в баре такая прям библиотека обширная две полки больших книжек не в телефоне есть но я телефон не беру на пляж и нашла русскоязычную книжку на боже и главное такую хорошую классика вот дела читаю показываю свой дружин и салаты и скобки котлетки все очень вкусно арбузик дружно всем привет всем доброе утро из турции зала не сегодня волны и уже взяла лежак сегодня волны и уже большая я сегодня на рынок иду и и очень классно и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... За 100 лир, за 70... Ну, самая оптимальная цена 50 лир. Потом купила мёд в сотах килограмм 500 лир. Я купила маленький кусочек. И помидоры такие, знаете, у нас это они назывались... У нас они назывались бычьи сердца. Вообще не пахнут странно, помидоры не пахнут, вообще непонятно. Ну, я взяла несколько штучек поесть. И... Что значит? Я купила всё, что хотела. Кепка. Кепка. Купальник. Кепка мне обошлась за 700 лир. Я очень долго торговалась, потому что в этом господи-пойнере хорошая кепка полторы тысячи лир. Но это дороговато для меня. В общем, за 700 лир мне... Мне подсказали в магазинчик. На рынке всё очень дорого. Очень дорого. Качество плохое. И торгуешься на него вообще не хотят снижать. И я мерила платье, но пока... Значит, говорят, 35 лет. Я говорю, ну, давайте... Ой, 35 евро. Ну, 3500. Я говорю, давайте за 20 долларов. За 20 евро. Нет, 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 ни в какую. Но я его примерила. Хорошие платья, хорошо сидит. За 3500 я не хочу покупать. Потому что вот это платье я покупала... Формелли, Марк Формелли. Оно стоило, по-моему, 700 рублей. Вот я говорю, ну, смотрите, вот у меня платье 7 евро. Он такой... Ну, что у нас турецкое качество. Ну, ладно. В принципе, с вами. Потом пошла... Очки. Увидела очки. Мне понравились. Вы знаете, очень приятный мужчина. Дурак. Вот бывает на редкость. Молодой. Очень хорошо. Побрит. Такая борода у него аккуратная. И, значит, меряю. Написано... Я не поняла сначала. Написано 20 евро. Я говорю, ой, а что у дачки по 20 евро? Он говорит, ладно, вам за 18 евро. Ну, я так посчитала. Я говорю, 600 лир. Он говорит, ладно, пусть я 600 лир вам. За 600 лир. Вот. В общем, примерила... Ну, меряю. Он говорит, вам и хорошо вам идет. Вот. И что-то я ему говорю, вы знаете, вы симпатичны. Ну, мне правда понравилось, а симпатичны. Он говорит, и вы милашка. И вы милашка. Откуда он это слово знает? И вы милашка. Вот. Ну, в общем, я говорю, ну ладно, беру очки, все. И я говорю, у вас чехол есть? Он говорит, я вообще никому не даю, но вы милашка. Я вам... Он мне дал сумочку такую белую. Мил-мил, знаете, бренд Мил-мил. И тряпочка белая. Так, говорит, ладно, спасибо. И я ему говорю, вы знаете, где можно кепку купить? И он мне показал. И я там купила. Там было плохое качество. Мужчина сразу сказал, вот это вот такое качество, это такое качество. Я говорю, мне получше. И вот я очень долго торговалась. Очень долго. Он мне говорит, я вам уступлю, если вы купите плоток. Но если, блин, плоток покупать, то и кепка 700 лир, и плоток 700 лир. Блин, ну... Я говорю, мне плоток не нужен. Он взялся скидку на кепку. Он говорит, нет, не могу. Ну, и уже вот на 700 лир сторговались. Потом и не куполить нужен был. Я шла-шла. Нашла в какой-то магазин, где там... Такое ощущение, что... Лучше такое все задрипанное. Люди сидят кушают женщину. И пили несколько котов, котят. И они с этими котами, с этими котятами, так увлечены. И, в общем, я увидела там плавки отдельно, черные. Купила плавки. А потом смотрю, у них там много всего висит. И так очень плотно. Я говорю, ну, посмотрите меня. Она говорит, ну, вот это, если вы возьмете, 100 лир. Это, говорит, уже такое все, старое. Ну, вот. И я стала там копаться, копаться. А они там сидят с этими котами, играют, кушают. Короче, заняты своим делом. Я там копалась, копалась. Короче говоря, взяла купальник, поверила. Ну, за 100 лир. Он мне немножко маловат. Но, в принципе, нормально. Нормально сидит. 100 лир. Ну, думаю, ладно. Если сложить кепку и купальник, то в среднем будет неплохо. В среднем будет там жаль. Вот. И все. А, еще нашла магазинчик такой хороший. Верный мне хотел там купальник купить. Но он мне мал. К сожалению. Там хорошая цена. Купальник, значит, галтер и трусы. 1200 лир в среднем. Со скидками. Вот. Но не оказалось моего размера. В общем, я милила, милила. Ничего не подходит. Вот. А так хочу сказать, что на базаре все очень дорого. И очень плохого качества. Я стала смотреть шлепки. Шлепки очень плохого качества. Но за 2000 рублей продают. 23 тысячи рублей. То есть, ну, это как бы не стоит того. Потому что у нас в России можно купить дешевле. Хотя там были и кожаные шлепки из кожи. Но все равно ростная цена не оправдывает. В общем, покажу. Покажу в номере, что купила. Так что вот. Все купила, что хотела. Очки, кепку. Купальник. Все. В общем, мне ничего не надо. Я иду. Я вообще запарилась. Я вообще очень устала. Я сейчас стою возле Макдональдс. Не знаю, не зайти. Купи Сирк. Или не покупать. Я помню, Макдональдс был невкусный. Макдональдс был невкусный. У меня в номере клевазик. У меня ждут. Так, покажу. Черешня полкило. 25 лир. Насчет такие помидорки. Но это... Ну... Самое странное, что у нее вообще не пахнет. Так странно. Вообще нет запаха. Вот мед в сотах. Такой вот темный. И не помню, сколько я заплатила. Но килограмм 500 лир. Потом плавки вот такие. 250 лир. С оранжевыми полосочками. Значит, кепка. Но она хорошо сшита. С сеточкой. Хорошо сшита. Вот. Никаких ниток. Я все проверяла. 700 лир. Дороговато. Дороговато. Очки 600 лир. Вот мне мужчина дал. Продавец. Сумочку и тряпочку. Вот очки. Мне очень понравились. И купальник вот такой вот застолье. Турецкое производство. Ну, сказали, что просто уже вышло из этого. Ну, вообще, мне кажется, цена... 300 рублей смешная цена. В общем, можно сказать, что компенсация за кепку, которая не стоит таких денег. Ну, ничего не снимала эти дни. Ну, покажу два своих ужина. Было вкусно. Пробывала супы. Наверное, чуть-чуть не был суп. И белый какой-то с рисом. Супы невкусные. Больше я не брала. Брала в основном салаты, олески маслины и мясо. Мясо я люблю. Овощи на гриле. Ну, здесь это было вкусно. На закуску арбуз, чай, кофе. Овощи на гриле. 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 Овощи на гриле.